Всем привет дорогие друзья! 7 часов утра на моих часах, мы находимся на станции Желебино. Начинается утренний час пик на Таганской коснопресненской линии, да и вообще в целом на Московском метро. Тема выпуска. Сегодня мы с вами разберем один интересный вопрос, почему некоторые поезда в утренний час пик в станцию Выкино проезжают с пассажирами без остановки. Поехали! Дежурная по станции сейчас объявляет, что поезд в следующий центр проследует станцию Желебино без остановки. Это еще один из способов снижения эффекта Выкино. Дело в том, что этот поезд проезжает до станции Выкино и там сажают пассажиров. Помните, мы снимали ролик, когда некоторые поезда доезжают до станции Выкино, там на станционный путь и со станционного пути выезжают сажают пассажиров на Выкино. Примерно то же самое и здесь. Но сегодня у нас ролик не про это. Сегодня у нас ролик про то, как разгружают по следующей станции Рязанский проспект, Кузьминки и Текстильщики. Сейчас приезжает поезд, посмотрим, как он проверит, а потом садимся на наш состав. Рязанский проспект, Кузьминки и Текстильщики. Рязанский проспект, Кузьминки и Текстильщики. Так, друзья, мы сейчас уже находимся в кабине машиниста поезда, который следует до котельников. А с котельником поедет с пассажирами. С пассажирами, все в порядке. Но станцию Выкино проедет без остановки. Сейчас мы кабину управления поменяем и там уже продолжим. Друзья, сейчас мы меняем кабину управления. Поезд один отправился без пассажиров, наш следующий с пассажирами. Но Выкино мы проедем без остановки, как я и говорил. Просто менять в тупиках. Менее притягивать с пищи с нем 17-го маршрута. Друзья, друзья, мы уже отправились со станции Котельники в сторону станции Выкино. Впереди нас следует поезд без пассажиров. Для чего? Ну, понятно, для чего. Для разгрузки станции Выкино. Впереди идущий поезд посадит пассажиров на Выкино. Мы проследуем Выкино без остановки. То есть пассажиры не будут посадиться в этот поезд на Выкино. И для компенсации нашего проезда Выкино без остановки, за нами, за нами с Выкино еще один поезд. Со станционного пути станции Выкино выйдет пустой и посадит пассажиров на Выкино. Сейчас на Жулебино мы прибываем. Ну и дальше Лермонтский и на Выкино уже проезжаем. Все с нами. Прекрасный. Прекрасный. Аккуратненько. Замечательно. Прекрасный. Открываем. Прекрасный. 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 Двери закрываются. Следующая станция Лермонтский просвет. Двери закрыты. Зеленый. Так, дорогие друзья, мы отправились уже с станции Жулебино, следуем с пассажирами. Час пик, утренний, особенно утренний час пик для машиниста, конечно, это очень напряженное время. Как я и говорил в других своих видео, нужно иметь полную концентрацию внимания, быть постоянно собранным. Огромное количество людей на станции, которые следуют на работу по своим делам. Юго-восточный участок Таганско-Краснопресенской линии является самым загруженным на московском метрополитене. Поэтому к машинистам здесь особое внимание, ну и, конечно, к пассажирам со стороны машинистов. Как вы видите, множество мероприятий проводится для разгрузки, для разгрузки юго-восточного участка Таганско-Краснопресенской линии. Три-четвертые в ваших интервалах три минуты, я бы сказал, простей, тогда ищите. И одно видео мы уже сняли на эту тему, вот сегодня второе. Таганско-Краснопресенская линия Посмотрите, сколько людей, что на Желебино, что на Левовском проспекте. Это еще учитывая то, что впереди нас проехал поезд без пассажиров. Поэтому людей здесь намного больше. Тридцать девятый, три тридцать, интервал, скотерников. Уважаемые пассажиры, станцию Увихина поезд проследует без остановки. Станцию Увихина поезд проследует без остановки. Осторожно, две закрываются. Следующая станция, вычат. Платформа справа. Так, ну вот пассажиры нам уже мешают закрыть ее дверей. Это, конечно, очень плохо. Зеленые двери закрыты. Так, дорогие друзья, мы отправились в Левовском проспекту. Сейчас следуем в сторону станции Увихина. Вы прекрасно знаете, что поезда метрополитена оборудованы системой, которая автоматически останавливает поезд на станции. Чтобы нам проехать Увихина без остановки, соответственно, я ее уже отключил. Перестроил информатор на прибытие на станцию Рязанский проспект. Сейчас полностью собираемся с мыслями, готовимся и проезжаем станцию Увихина. Проезд станции без остановки со скоростью не более 35 км в час. Прибываем на Увихина, смотрим. Проезжаем на сбытный участок. Впереди станции Увихина. Зеленый маршрут. Зеленый маршрут. Все, как. Что у нас? Входной кассы. Перед станцией я снижаю скорость не более 35 км в час. Входной у меня спутокор уже зеленый. Отлично, 33-32. Подаем сигнал и проследуем станцию Увихина. Система уже отключена. Интервал прекрасный, минута 0,5. Станция зеленый выходной. Минута 15. Прекрасно. Зеленый. Все, мы следуем до станции Рязанский проспект, где уже будем сажать наших дорогих пассажиров для разгрузки. Следующих станций Рязанский, Кузьмин, Текстильщики. Догоняем следующий поезд. Дорогие друзья, сейчас мы когда въезжали на станцию Увихина, вы, наверное, увидели то, что слева перед станцией уже стоял поезд, который за нами прямо сейчас выезжает и сажает пассажиров на станцию Увихина. Ну, это было в прошлом выпуске, вы уже все это знаете. Все, систему я отключил, левые камеры сделал. Следующая станция, платформа слева, Рязанский проспект. Ну, посмотрите, на Рязанском проспекте уже совсем немного народу. Придыдущий поезд был не полностью загружен, так как он ехал без пассажиров. Людям уже будет намного комфортнее в нашем поезде. Рязанский, платформа слева. Все, на 5 человек. Левые двери открыты, зеленые. Минута 0,5, минута 0,1. Зеленый. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кузьминки. Замечательно. Замечательно. Все двери закрыты, зеленые вперед. Минута 25. Дорогие друзья, мы сейчас уже прибываем на станцию Кузьминки. Подъезжаем. Скажу. Очень непривычные чувства проезжать станцию без остановки с пассажирами. Лично у меня. То, что вот полный поезд людей. Мы проезжаем выходные без остановки. Отключили систему. Но как-то не по себе все-таки чувствуется. Но как-то не по себе. Надо вот реально сконцентрироваться, собраться. Потому что автоматика рук так и тянет остановить поезд. Реально. Поэтому лично для меня это очень непривычная ситуация. Но машинист говорит, что уже привык. Я у него спросил, говорит, что уже привык. Все, Кузьминки впереди. Зеленый. Зеленый. Все, спасибо, удачи. Дорогие друзья, на этом наш выпуск завершен. Только что вы видели, как пассажиры забегали в закрывающиеся двери поезда. В одном из следующих выпусков мы обязательно разберем эту тему. Я объясню, почему ни в коем случае не нужно так делать. И как влияет задержка поезда на станции в таких ситуациях, которые вы только что видели, пассажирами, на движение поездов по всей линии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Комментарии пишите. Оценивайте видео. Счастливо. Пока.